Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем онлайн пресс-конференцию на тему «Справедливая Россия. Итоги единого дня голосования». В пресс-конференции участвует председатель партии «Справедливая Россия», руководитель одноименной фракции в Государственной Думе Сергей Михайлович Миронов. Мы, понятное дело, что объявляли о пресс-конференции, поступили вопросы. Я думаю, Сергею Михайловичу будет что сказать и ответить на эти вопросы. А для начала, по традиции, наверное, вступительное слово, а дальше будем уже спрашивать и ждать, получать ответы. Сергей Михайлович, прошу. Всем еще раз добрый день. Закончился единый день голосования для партии «Справедливая Россия». Он прошел в штатном режиме, нормально. Все разговоры о предовременных похоронах «Справедливая Россия» остались разговорами. Мы подтвердили статус парламентской системной оппозиции. Мы на четвертой позиции. В Челябинске, допустим, мы на втором месте. Есть еще где-то, даже где мы обошли ЛДПР. В целом, конечно, четвертая позиция, как и в настоящее время по мандатам депутатов Госдумы. Кстати, один мандат нам добавился депутатом Госдумы. Наш коллега, летчик-космонавт из Пенинской области Александр Самокутяев стал депутатом Государственной Думы. Анатолию Ивановичу Лисицыну немного не повезло. И должен сказать, что именно за счет трехдневного голосования, потому что вчера в единый день голосования он уверенно на протяжении всего дня примерно на 2,5 тысячи опережал своего конкурента Коваленко. А вот за два предыдущих дня 3,5 тысячи плюс у представителей Гены России. Ну, в Софере мы про это и говорили, и сигнализировали. Именно поэтому возражали против трехдневного голосования. Мы рады за нашего Олега Николаева, который уверенно победил на выборы губернатора Республики Чувашия. Поздравляем его. Кстати, не могу не отметить, несмотря на то, что речь пойдет о муниципальных выборах, о выборах в городские думы, в городские советы. Но я очень рад за моего соратника и товарища Руслана Перелыгина в Орле, в Красном поясе. И у нас никогда не было ни одного депутата в городском совете. Сейчас пять депутатов. Мы там даже обошли КПРФ. Я напомню, это Красный регион и губернатор там, коммунист. И очень хороший результат для нашей партии. На что хотелось бы обратить внимание. 11 субъектов, где выборы в законодательное собрание, к сожалению, у нас не получилось преодолеть барьер в Белгородской области. Сразу хочу сказать, я на коммуне и на радиостанции Комсомольской правды говорил, что мы будем внимательно наблюдать. Если мы будем фиксировать жульничество, то будем и не признавать. Где-то, возможно, выборы будем призывать каким-то образом возмущаться. Но здесь я должен сказать, что несмотря на имеющиеся замечания наших наблюдателей и те или иные нарушения, объективно, а мы партия «Справедливая Россия», мы всегда за объективность, объективно я не вижу оснований подвергать сомнению те результаты, которые нами получены везде. На всех выборах, будь то выборы губернаторов, будь то выборов в законодательные собрания субъекта федерации, будь то выборов в городские думы, либо выборы депутатов в государственной думе. Что наработали, то и наработали. Но вот на что я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги журналисты. Ну, понятно, две особенности этой избирательной кампании. Это, конечно, и пандемия свое слово сказала. Ну и, конечно, мы видели, возможности были созданы для новых партий. Четыре непарламентские партии впервые участвовали на выборах. В разной степени они это сделали успешно. Но сразу же говорилось, что, наверное, эти партии создавались для того, чтобы отнимать голоса прежде всего у оппозиционных парламентских партий. Справедливая Россия, ОЛГПР, ОКПРФ. Но вот что интересно получилось, это уже вопрос к создателям вот этой ситуации, к технологам, которые сочли, что пускай расцветает соццветок, чем больше партий будет, тем лучше. Я сейчас вам приведу очень интересные примеры. Ну, я уже прежде всего хочу сказать, что Справедливая Россия практически подтвердила свои результаты пятилетней давности во всех законодательных органах власти, где проходили выборы. Где-то мы чуть-чуть лучше выступили, где-то точно так же. То количество мандатов по общей сложности мы даже прибавили два мандата во всех 11 субъектах Федерации. Но вот смотрите, какая интересная статистика. Вот если мы с вами возьмем, например, Калужскую область. Здесь у нас равное количество мандатов, то есть Справедливая Россия выступила почти так же, как пять лет назад. При этом непарламентские партии в Калужской области, если в 2015 году они всего набрали 10,3%, в этом году 23,15%. Калужская область, то же самое у нас, то же самое количество наших мандатов, но здесь в 2015 году непарламентские партии набирали 11,5%, в этом году 23,78%. Республика Комин, здесь мы один мандат потеряли, но все равно уверенно 8,52% мы набрали. А смотрите, что с непарламентскими партиями в 2015 году было 9,06%, а в этом году непарламентские партии в общей сложности набрали 27,05%. Новосибирская область, здесь у нас немножко похожий результат, но мы преодолели и у нас фракция будет. Но непарламентские партии, обратите внимание, в 2015 году 5,25%, а в этом году 21,85%. Рязанская областная дума, здесь мы, кстати, набрали, добавили два дополнительных мандата в Рязанскую областную думу, а вот непарламентские партии в 2015 году набирали 5,18%, а в этом году 23,26%. Ну а теперь, внимание, как говорят фокусники, а теперь давайте посмотрим на результаты Единой России в этих же субъектах Федерации. Ну вот, например, Республика Коми в 2015 году Единой России набрала 58%, в этом году 28%, на 30% меньше. Калужская область в 2015 году 57%, в этом году 42,5%. Костромская область в 2015 году 50,96%, в этом году 31,98%. Новосибирская область в 2015 году 44,56%, в этом году 38,18%. Челябинская область 56,16%, в этом году 42,62%. О чем это говорит? Говорит о том, что вот эти новые люди и другие партии, они у оппозиции в парламенте практически ничего не отобрали. А вот Единой России отобрали очень серьезно. Плаким в руки, потому что монополия Единой России все равно заканчивается, поэтому мы будем исходить именно из этого. Как я уже сказал, мы в целом довольны результатами, потому что мы подтвердили свой парламентский статус. И, конечно, хотелось бы большего, но мы будем работать, будем делать работу над ошибками. Мы видим свои и недочеты, и в то же время видим, безусловно, поддержку и нашей программы, и наших кандидатов. Кстати, обращаю внимание, что на выборах губернаторов во многих регионах наши кандидаты заняли вторые, третьи места из пяти, шести возможных. То есть тоже пользовались определенным доверием наших избирателей. Поэтому я считаю, что, возвращаясь к результатам Единого дня голосования, говорить о существенных нарушениях не надо, потому что их не было. А то, что сказался, безусловно, фактор трехдневного голосования, и во время вот этих двух дней, безусловно, были приводы бюджетников несчастных, бедных, запайки, как мы засняли в Оренбургской области, многие другие факты, это действительно имело место. Ну, здесь, что есть, то есть. Я еще раз подчеркну, напомню, что мы выступали категорически против трехдневного голосования, с пониманием, относясь к тому, что в сентябре 2020 года на фоне пандемии, то ли она заканчивается, то ли новая волна начинается, мы с пониманием относились к трехдневному голосованию, зная, что ничего хорошего не будет, но тем не менее с пониманием. А вот делать это нормой на все оставшиеся выборы, я считаю, неправильно. Ну, и на месте ГИД России я еще раз посмотрел, насколько им это оказалось полезным, потому что, на мой взгляд, абсолютно не полезно. Уважаемые коллеги, у меня с точки зрения того, что я хотел сказать, все, теперь, как мы договаривались, готов ответить на любые ваши вопросы. Спасибо, Сергей Михайлович. Вопросы, конечно же, есть. В первых комментариях с вашей стороны по итогам выборов, по итогам голосования прозвучала мысль, что появилось много новых партий, некоторые из них вы назвали пустышками. Тем не менее, по вашей оценке, насколько сильно повлияли на итоги голосования вот эти новые партии? Если можно, какие-то ваши оценки в отношении тех партий, которые реально могут, ну, как бы нарастить вес перед, например, думскими выборами? Ну, давайте пройдемся по новым партиям. Начнем как раз с новых людей. Как и странно наш народ заметил, новые люди, новые проблемы. Но обратите внимание, огромные средства были затрачены, и, видимо, они были затрачены не зря, потому что, насколько я понимаю, в четырех или даже в пяти регионах новые люди прошли законодательное собрание, и, действительно, были вложены очень серьезные деньги, и, безусловно, для них это успех. Но, как я уже сказал, голоса в основном отбирались у единой России. Поэтому создателям этой партии надо очень хорошо подумать, туда ли они ведут. За правду, партия, где очень харизматичный руководитель партии, известный писатель, у них, безусловно, успех в Рязанской области, на родине Захара Прилепина, ну, было бы странно, если бы его земляки не поддержали. Похоже на этом все. Зеленая альтернатива – это, конечно, республика Коми. Там были очень серьезные экологические проблемы, и понятно, что там они добились какого-то успеха. Если у меня правильная информация, по-моему, партия прямой демократии нигде не прошла, выступили они неудачно. Поэтому для кого-то из них первый блин к Комам. Кто-то, получив мандаты депутатов законодательного собрания, в частности, это уже и зеленая альтернатива, и новые люди, и партия Прилепина за правду смогут без сбора подписи участвовать в выборах Государственной Думы. Но здесь я бы обратил ваше внимание на программы, потому что первый успех, потом все-таки люди, когда будут идти выборы в Государственном Думе, будут руководствоваться, а что эти партии будут обстаивать. Например, если я правильно понимаю, новые люди, скорее всего, будут придерживаться ценностей либеральных. Это очередная попытка на правом фланге, чтобы осознать. И думаю, что эта партия и будет поддерживать многие реформы, которые выдвигают «Единая Россия». Мы пусть ее увидим, решать будут избиратели. Поэтому я считаю, что с этой задумкой что-то получилось, но получилось немножко криво с точки зрения интересов «Единая Россия». Но, как говорится, это уже их проблемы. Я еще раз подчеркну, что на позиции партии «Справедливая Россия» эти новые политические объединения практически никак не повлияют. – Понятно. Спасибо. И все-таки в развитии темы, если говорить о вашем электоральном поле, есть ли реальные конкуренты у вас из числа вот этих новых партий? И не опасаетесь ли вы, что они у вас будут и дальше отбирать голоса? – Ну, я бы обратил ваше внимание на партию, в которой уже в первый раз принимают участие. Типичный спойлер – это партия пенсионеров за справедливость. Они, кстати, довольно неплохо выступили. И совершенно очевидно, что это наши голоса, это наш избиратель. И если вот новые партии и новые люди, и за правду, они только ищут еще своего избирателя. Вот это точно так же, как партия за Родину, патриоты России. Они, может быть, не так успешно выступили, как пенсионеры. Но это все голоса, которые отбираются именно у левых партий, прежде всего, в России. Мы это сознаем, мы это видим. Спокойно к этому относимся, потому что у нас есть своя программа, у нас есть свой избиратель. И я всегда перед своими коллегами ставлю задачу, чтобы не забыть привести нашего избирателя в день голосования. А вот сейчас через трех день надо было приводить. Потому что мы видим с года в год, когда проходят неплохая избирательная кампания, яркие слоганы, яркие различные мероприятия проходят. А вот поступает день голосования, и наш избиратель получится находиться на даче, копать картошку и не считает, что нужно приходить. Это недоработка моих товарищей, потому что нужно сделать так, чтобы не только сагитировать, но и мобилизовать, и мотивировать на приход на избирательные участки, мотивировать с точки зрения результата будущего. Потому что многие уже, даже я слышал высказывания, и Анатолия Ивановича Лисицына, и некоторых других, что не убедили в том, что нужно приходить и нужно поддержать своего кандидата. Многие сочли, что и так вопрос решен. Это очень важно, то, что мы называем мобилизацией. Ясно. Еще такой вопрос. Коллеги просят спросить, чем вы объясняете такую метаморфозу? У «Справедливой России» хорошие результаты получились в Воронежской области, а вот в соседней Белгородской не очень. Как вы это прокомментируете? Мы будем делать, конечно, выгоды. Похоже, все-таки в свое время мы, я лично, как в этой партии, активно продвигал в руководство в региональном отделении молодежи, выпускников молодежи кадрового резерва. У многих в Карелии, например, в Туршковске, все получается нормально. Вот здесь, похоже, засбоило, потому что все-таки, видимо, горячность и молодость не всегда приводят к таким позитивным результатам. Ну что ж, будем думать о кадровом усилении. Это действительно досадно у нас, потому что в Белгородской области в целом и готово было региональное отделение, и интересны были идеи, очень сильны были кандидаты, и обидно, что никто из них не прошел. Поэтому будем делать выводы. Но это, наверное, как раз то самое исключение из правил, которые подтверждают правила и говорят о том, что нужно быть внимательными при кадровой работе, особенно в партийной работе. Мы такие выводы будем корректировать. Ясно. Спасибо. Как показывает практика, ни одни выборы не проходят без скандалов, без каких-то неприятных моментов. К сожалению, один из таких эпизодов связан с вашей партией. Я имею в виду ситуацию в Новороссийске. Там правоохранительные органы возбудили дело против вашего активиста, руководителя региональной организации по подозрению в взяточестве. Вы, наверное, в курсе, разобрались ли вы? Можете ли что-то сказать на этот счет? Ну, во-первых, конечно, взяточником не место в нашей партии. Я уже дал поручение Ленинского-Милицкого-Руководителя регионального отделения разобраться. И эти факты подтверждаются исключительно, безусловно, из партии. Но знаете, что удивляет? Я скажу искренне, но понятно, у нас только в двух субъектах федерации, в моем родном Санкт-Петербурге и в Кабардино-Балкарии, не было выборов никаких. О том, что оказывается, в Новороссийске местные выборы, я узнал вот после этого случая. Я знал, что у нас выборы губернатора, выборы в городское собрание Краснодара, а вот то, что там какие-то незначительные выборы в Новороссийске, при всем моем уважении к этому замечательному городу, я даже узнал вот из этой новости. И зачем там нужно было вот изображать, что кто-то там будет какие-то негативы выдвигать? Ну, честно говоря, очень странная история. И я продолжаю разбираться, еще раз подчеркну, если человек действительно в этом виновен, то нечего ему делать в нашей партии. Но то, что ты глупость полнейшая, это даже не уровень региона такого крупного, как Краснодар. Это городское муниципальное собрание. И вот на этих выборах пытаться что-то там изобразать, но, честно говоря, немножко дико все это звучит. Поэтому мы разбираемся. Ну, как я уже сказал, если факт имел место, то, конечно, нам такие люди в партии абсолютно не нужны. Это недопустимо. Это просто... Ну, вы знаете, я все-таки не могу сказать, но глупость полная. Просто глупость, идиотизм. И в этой связи, конечно, просто досадно, что такие глупости происходят в том числе с ферме нашей партии. Да, я так чуть-чуть однакомился с фабулой дела. То есть человек готов был получить какие-то деньги за то, чтобы не компрометировать кого-то. Да, а что там? Понимаете, еще раз... В политике вообще-то иногда компрометируют своих конкурентов. Уровень выборов, уровень выборов. Кого там компрометировать? Что? Это не выборы губернатора Кондратьева. Это не выборы депутатов Центра краевого Персонодара. Да, это какое-то локальное место самоуправления. И вот что там вообще такого изобразать? Мне очень это все странно. Ясно. Ну, как говорится, следствие разберется. Конечно, обязательно. Да. Сергей Михайлович, И еще одна тема вот поднимается коллегами. Перед выборами, мы уже давно с этим сталкивались, появляются различные партии или политики, спойлеры. Иногда это бывает достаточно комично, когда подбираются люди, полные тезки или партии одноименные практически там с какими-то окончаниями, которые якобы разнят эти партии. На днях снова прозвучало предложение на законодательном уровне урегулировать этот вопрос. Вы, как депутат Государственной Думы, как законодатель, считаете нужным вообще принимать какие-то меры на этот счет? Ну, я напомню, что в свое время, еще в 1998 году на выборах законодательного собрания Санкт-Петербурга второго созыва впервые в новейшей истории двойники, так называемые спойлеры, были выставлены против меня. У меня было в бюллетене два Мироновых, оба они по имени отчества стояли выше меня. Мне это все знакомо, и я считаю, что сейчас же даже что делают? Люди меняют фамилию. специально меняют фамилию и имя отчество, чтобы полностью совпадать с тем или иным кандидатом. И в этой связи мы в свое время обносили предложение, что, например, за год до выборов невозможно поменять, если менял фамилию, он не имеет право участвовать с новой фамилией во время избирательной кампании. То же самое по политическим партиям. Конечно, какие-то меры нужно принимать. Здесь нужно руководствовать здравым смыслом и действительно ставить, возможно, какие-то блоки. Но таких предложений много. И у наших коллег, и у фракции КПРФ, и у Единой России, и они с этим тоже сталкиваются. И поэтому я думаю, что законодатель в спокойном режиме поработает над этим и те или иные предложения надо будет носить в избирательной законодатель. Потому что это глупость, это нечестно, и это обман людей, прежде всего наших избирателей очень недостойный обман. Поэтому, наверное, если законодатель поставит те или иные разумные блоки, это будет справедливо. Ясно, спасибо. Ну, примерно на ту же тему, но тут уже вопрос касается не спойлеров, а просто конкурентов на политической, так сказать, поляне. любые голосования, выборы, это проявление некого доверия той или иной партии, в том числе и вашей. Вы наверняка делаете выводы после каждой такой выборной кампании. Нынешняя кампания, она подвигнет вас к каким-то изменениям, может, в программе, может быть, по основным направлениям, хотя известно, что вы левая партия, занимаете определенную нишу, но тем не менее, вдруг у вас какие-то новые идеи, которыми готовы поделиться с избирателем. Ну, во-первых, я должен сказать, что наша партия поддерживается избирателями. Вот я сегодня только упомянул про выборы в Орловский совет, но дело в том, что в целом, если брать муниципальный уровень, то мы по количеству избранных депутатов опередили ЛДПР, и у нас очень мощная поддержка на низовом местном самоуправлении наших кандидатов и в целом нашей партии, потому что программа нашей партии, она для людей. Мы социалистическая партия, и люди знают, что мы против той самой пенсионной реформы были и остаемся, мы считаем недопустимым повышение пенсионного возраста, мы за позиционную шкалу подоходов налога, мы за увеличение в три раза потребительской корзины, мы за выплаты пособий и семьям с детьми, инвалидам и безработам, это все в нашей программе, тем более мы видим отклик, мы видим вот как внизу особенно в том уровне публичной власти, который ближе к населению, это наши муниципальные советы, местные сопровления, там мы пользуемся хорошей поддержкой. И, кстати, я не упомянул, у нас, например, Алданский район в Якутии, там просто массово мы побеждаем на уровне муниципалитетов, берем по 9, по 10 мандатов из 15, а где-то даже 12 из 15, это вот когда-то говорит о том, что люди верят нам, людям интересна наша программа и самое главное, люди ценят, очень многие уже перебирались, люди видят, что наши уже избранные депутаты, в том числе муниципальные депутаты, они пашут, они работают для людей, они не исчезают на 4 или на 5 лет после выборов, они работают с людьми, это очень хорошо себя зарекомендовала, поэтому я не думаю, что нам в преддверии уже близкой думской компании следует кардинально менять программу, она у нас работоспособная, кстати, многие пункты из той программы, которую мы принимали еще в 2006 году, они выполнены, потому что мы добились очень многого, даже та же самая прогрессивная шкала подохода, сколько лет мы говорили и лед тронулся по поручению президента, мы первый шажок в это направление сделали, думаю, точно так же мы добьемся и обмены транспортного налога и точно так же все равно мы не остановимся в борьбе за возвращение пенсионного возраста в нормальный режим, чтобы мужчина выходил в 60 лет, а женщина в 55 лет, эту борьбу мы не оставим и будем продолжать, избиратели это знают, видят и очень ценят, поэтому мы не видим необходимости кардинально что-либо менять, но а то, что жизнь добавляет все время какие-то новые, ну вот у нас когда пришла пандемия, мы еще глубже увидели какие серьезные проблемы в нашем здравоохранении и вот новая идея ликвидации фонда обязательного медицинского страхования, это еще буквально два года назад не было в программе нашей партии, сейчас это есть, поэтому жизнь не стоит на месте и, конечно, мы реагируем на то, что волнует наших людей, то, что не нравится, то, что необходимо менять, поэтому программа наша дорабатывается и будет дорабатываться и, конечно же, мы будем ее улучшать и обновлять уже к выборам депутатов государственной бюджеты. депутатов. Спасибо. Буквально вчера, сегодня появилась тема, которая регулярно всплывает, я имею в виду тема захоронения тела Ленина. Сейчас разговоры пошли прямо на уровне архитекторов, не знаю, насколько все это реально, но хотел бы все-таки услышать ваше мнение, как лидер одной из парламентских партий, политика левого толка, ваше отношение к этой инициативе или как хотите назовите. Я из новостей узнал, что действительно Совет Архитекторов предлагает провести конкурс и подобрал конкурсную жюри, комиссию и по крайней мере я читал в новостях, что там фигурирует моя фамилия. Если мне такое предложение официально поступит, я откажусь участвовать в жюри такого конкурса вот по какой причине. У меня свое отношение к роли Ленина в нашей истории, она с моей точки негативная, но я уважаю людей старшего поколения, для которых это свято. И считаю, не надо трогать эту тему, не Ленин из Мавзолея, невозможная архитектурная перестройка Мавзолея, пока живы те, для кого это некий символ и для кого это очень дорого. И у нас столько проблем в нашей стране, что вот еще на ровном месте вот эту проблему получать, мне кажется, совершенно не нужно. Поэтому в свое время я уверен, что может быть уже наши ближайшие потомки решат этот вопрос. И когда он решится, тогда действительно надо будет думать, а что же делать с Мавзолеем, это интересное такое сооружение на Красной площади. Наверное, тогда встанет вопрос, а что делать вообще со всеми захоронениями у Красной Стены и в Красной Стене Кремля. Но я думаю, что это дело будущего. Сейчас, я считаю, не надо это педонировать. И я не скрываю свое негативное отношение к роли Ленина в истории Российской Федерации, но не считаю нужным эту тему поднимать и будировать, потому что это обижает многих наших соотечественников, людей старшего поколения, которых я очень уважаю, которые вынесли на себе тяжести послевоенных лет, разрухи, многие другие вещи. И я их уважаю, не считаю нужным расстраивать их, будируя такие вопросы. Спасибо. Ну, раз уж мы заговорили об актуальных темах, о новостях последних часов, минут. Вы в курсе, что сегодня в Сочи начинаются переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Белоруссией Александром Лукашенко. Хотел бы вас попросить прокомментировать вообще ситуацию Белоруссии в братской союзной нам стране. Как известно, новости оттуда сейчас занимают первые строчки мировых новостей. И что вы ожидаете от сегодняшних переговоров? Спасибо. Ну, переговоры покажут, насколько реалистично смотрят на ситуацию себя в стране Александр Григорьевич Лукашенко, с моей точки зрения, это главный, наверное, репеток. Я начну от печки. Я общался специально с людьми, с очень опытными людьми, с настоящими патриотами своей страны, с белорусами, которые находились и во время выборов, и позже, и находятся сейчас там. Я уверен, что Александр Григорьевич Лукашенко победил на президентских выборах. Тихановская, конечно, не победила, но, конечно, не с 80%, значительно меньше Лукашенко набрал. В Минске, может быть, даже и еще меньше набрал. И причин для возмущения у людей было более чем достаточно. Вот то, как поступили с людьми, особенно в первые дни, это было очень жестоко, несправедливо и неадекватно, с моей точки зрения. Не нужно было этого делать. Я уже публично на эту тему высказывался. Я абсолютно убежден, что вся эта ситуация это абсолютно внутреннее дело наших братьев белорусов. Они сами разберутся и ни в коем случае нельзя допускать никакого вмешательства ни со стороны России, ни со стороны соседей с другой стороны, будь то Польша, либо страны Прибалтики, либо Евросоюз в целом, я уж не говорю Зоокеанский, Вашингтонский обком. Сами разберутся белорусы, но я категорически не приветствую и более того считаю недопустимым применение силы против собственного народа. Вот здесь мне кажется Александр Лукашенко делает и сделал уже большую ошибку, которая наверное рано или поздно аукнется ему в будущем. Какое будет будущее решать белорусов? Думаю, что на переговорах будут решаться вопросы интеграции более тесно. У нас союзное государство давным-давно шла речь о более глубоком экономическом сотрудничестве. В свое время Александр Лукашенко считал, что это не нужно ему. Сейчас посмотрим, но я абсолютно уверен в том, что ситуация сама собой не рассосется и мы видим продолжение активности в том числе и женщин Белоруссии, которых опять же, к сожалению, очень жестко разгоняют и применяют силу. Мы все это видели. Есть провокации, но я абсолютно считаю недопустимым, когда говорят о пятых колоннах. Да нет никакой пятой колонны. Это люди, белорусы, наши братья, они возмущены, они устали и высказывают свою позицию. Поэтому я абсолютно убежден, что только диалог и власть в лице Лукашенко обязана слышать и слушать свой народ. И нельзя с народом гнуть его через колено, это недопустимо. Еще раз хочу сказать, я не сомневаюсь в победе Лукашенко на этих прошедших выборах в целом по Беларуси. И мои коллеги, мои собеседники из Беларуси, люди опытные, знающие, они подтверждали, они говорили, что процентов 60 наверняка Лукашенко получил. Но они в то же время видели и объективные причины для такого недовольства и для выхода людей на улицу и тоже считают, что недопустимо вот так жестко с ними поступать. Нужно договариваться. Альтернативы переговорному процессу и общению и каким-то договоренным с КМЕР. Ну а переговоры в Сочи будут интересны, посмотрим, что будет оглашено, какие вот результаты. В любом случае я уверен, что нашим братским народам жить вместе, жить единой судьбой, в этом я абсолютно не сомневаюсь и уверен, что в конечном итоге так оно и будет. Спасибо. Сергей Михайлович, есть еще одна тема, которая также не сходит с новостных лент. Я имею в виду ситуацию вокруг оппозиционного политика Алексея Навального. Каждый день приходят новые новости, вы, наверное, тоже отслеживаете их. Хотелось бы узнать ваше мнение вообще по вот этой ситуации, я имею в виду возможное отравление политика оппозиционера. Насколько это реально, верите ли вы в это и вообще ваше мнение? С самого начала нужно более тщательно разбираться во всей этой ситуации. Я публично выслался буквально на следующий день, что если есть такие вознадрения, нужно провести самое тщательное расследование. Я уверен, что никто в Российской Федерации, я имею в виду и руководство России, не был заинтересован в том, чтобы такая ситуация произошла, потому что это абсолютно естественно. То, что нашли какие-то следы отравления в Германии, меня удивляет, почему не показывают конкретные результаты. Химики должны разговаривать на своем языке формулы. Я хочу обратить ваше внимание, что врачи в Омске, видимо, подозревая, чем все закончатся. Они же взяли очень много, насколько я информирован, образцов биоматериала Алексея Навального. И теперь, если кто-то будет показывать что-то со следами отравления, всегда можно ДНК понять, это действительно этому человеку принадлежит или нет. Но возникает вопрос, а если действительно там что-то было, на каком этапе произошло присутствие каких-то там веществ. Это было в России, в Томске или в самолете, или в Омске, или после. В любом случае, мне кажется, что здесь и геранская сторона, и Евросоюз в целом, и мы, мы должны быть максимально открыты, и все это должно быть гласно, публично, без сокрытия чего бы то ни было, потому что мы, в данном случае, и Россия, никак не заинтересованы в том, чтобы здесь на ровном месте раздувались такие скандалы и вводились какие-то новые санкции. Поэтому, с моей точки зрения, нужно было, как только эта ситуация возникла, сразу же проводить самый тщательный расследование. Насколько я понимаю, много было сделано и было установлено там пошагово, поминутно, где что, где что-то там, чай или не чай, пил, еще что-то. Но, в любом случае, мне кажется, сейчас самое главное, чтобы это все было открыто и доказательно. Сказать, что да, вот у нас в Германии говорят, все, точно новичок, ну, покажите, почему вы не показываете, почему вы не демонстрируете то, что вы обнаружили. Давайте, вот, наши врачи, значит, были взяты все анализы, там, в Омске, вот есть результат, они зафиксированы, давайте все это сравнивать, давайте смотреть, потому что, конечно, нужно разбираться и вот на этом фоне новое противостояние западных стран и России, конечно, никому абсолютно не будет. Поэтому, я считал и считаю, что здесь тщательно нужно забраться и нашим всем в России, да, чтобы не было никаких вопросов, никаких, каких-то там, в скобках, каких-то возможностей, потому что действительно нужно самое тщательное расследование и публичность, и открытость, не надо, если кто-то говорит о том, что у них есть какие-то доказательства, доказывайте, показывайте, демонстрируйте все это, почему-то пока на это не ведут, мне непонятно почему. Ясно, спасибо. Ну, вернемся к основной теме нашей онлайн-пресс-конференции, в принципе, мы основные все вопросы затронули, Сергей Михайлович, в завершение, если есть желание вкратце подытожить все-таки итоги голосования для вашей партии. В целом для партии спротив России итоги рабочие, нормальные, и я должен сказать, что по количеству мандатов в законодательных собраниях мы зафиксировали практически ту же самую ситуацию, что было пять лет тому назад. Еще раз партия спротив России зафиксировала, что она системная оппозиция парламентской партии, и по всем итогам, безусловно, мы занимаем твердое четвертое место, хотя вот я вам сказал, по количеству депутатов униципальных мы вышли на третье место. Это очень важно, потому что все вот оттуда начинается именно с местного соуправления. у нас есть действительно прорывные вещи, и не только в Орле, еще в трех городах, где у нас никогда не было депутатов в городских собраниях, теперь они у нас появятся, и в то же время не во всех городских собраниях, из 22 в 3 мы не очень, я говорю, успешно выступили, но это как раз рабочие моменты, мы будем делать разбор полетов, будем делать работу над ошибками, а там, где мы и наши кандидаты победили, я пользуюсь возможностью, хочу сказать огромное слово благодарности нашим избирателям, которые верят в партию «Связь России», которые нас поддержали, поддерживают и уверены будут поддерживать. Спасибо вам большое за поддержку кандидатов «Связь России». Спасибо вам, Сергей Михайлович, за участие в пресс-конференции. Спасибо вам. Я думаю, нам пора завершать. Разрешите вас поблагодарить от имени коллег, и пожелать вам успехов. Спасибо.